Книга открытым оком. Разбор ответов Амвросия Юрасова. Вопрос Юрасова. Если близкие уговорили неверующего человека принять крещение, может ли он спастись? Отвечает Амвросий Юрасов. Господь говорит, Марка 16,16, кто будет веровать и креститься, спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет. Если человек в таинстве крещения получил от Бога духовное рождение, но в церковь не ходил, не молился, не исповедовался, святых даров не причащался, духовная жизнь его на этом заканчивается. Его душа умирает. Сейчас таких людей множество. В церковь они обычно очень редко ходят. Какими бывают прихожане? Есть повседневные, есть воскресные, есть праздничные, есть великопостные, есть четверговые. Они приходят причащаться в чисто четверг. Есть пасхальные. Такие говорят, как не придешь в церковь, все поют Христос Воскресе. Есть рождественские, есть те, которые ходят только на свой день ангела. Есть прихожане требные. Они в церкви вообще не появляются. На дом вызывают священника исповедовать грехи, пособоровать, причастить. Есть прихожане крещально-погребальные. Младенца принесли, покрестили. Его всю жизнь в храме нет, а потом привезут на катафалке, отпоют со святыми у покоя. Конечно, это не православные христиане. Они извернуты из церкви, как недоношенный плод из материнской утробы и находятся во тьме во власти дьявола. Принял крещение, должен постоянно посещать храм Божий, быть живым членом церкви. Напомним апостольское правило. Если человек без уважительной причины не был три воскресения в храме, то он духом святым извергается из церкви, находится во тьме во власти дьявола. Только через таинство покаяния, где он пообещает Богу исправиться и посещать богослужение, он может возродиться в духовную жизнь. Священник читает особую молитву, и эта душа вновь присоединяется к святой апостольской церкви. Разбирает выступление Игнатий Тихонович Лапкин. Этот ответ архимандрита Амбросия Юрасова приводим полностью без сокращения. Вот та характеристика его прихожанам, которую он сам дает, и за них он даст отчет перед Богом. Исайя 8.18 Вот я и дети, которых дал мне Господь, как указание и предзнаменование в Израиле от Господа Саваофа, живущего на горе Сионе. С таким, в кавычках, товаром явятся практически все православные священники на суд Божий. И такими сделали их вы, попы невозрожденные. Это ваши плоды гнилые от ваших стократных исповедей и причащений, неверующие да бесноватые. Иоанн Златоуст говорит, что родители, которые не учат детей боговедению, хуже убийц, ибо убийца убивает только тело, а оставляющий в небрежении душу убивает бессмертную душу. Давая такую характеристику, архимандрит снова скатывается не к лечебнице Божией, Библии, а снова храм, литургия. Евангелие Таана 15.3 Вы уже очищены через слово, которое я проповедал вам. Откровение 13.8 Советую тебе купить у меня золото огнем очищенное, чтобы тебе обогатиться, и белую одежду, чтобы одеться, и чтобы не видна была срамота ноготы твоей, и глазную мазью помажь глаза твои, чтобы видеть. Второе Тимофею 3.16 Все Писание Богодухновенно и полезно для научения, для обречения, для исправления, для наставления в праведности. Слово Божие в нынешнем православии не пользуется практически никаким авторитетом, и оно не нужно им. Архимандрит Амвросий не исключение из общего ряда подобных ему. Слово Божие практически не является руководством для пастрей. И хотя Библия переведена на русский язык в 1876 году, практически во всей православной литературе и сегодня цитирует священное Писание на церковно-славянском языке. Для чего? Вот передо мной книга, выдержавшая несколько изданий. Что посоветуете, батюшка? Ответы на затруднения повседневного христианского быта и церковного благочестия. Протеерея Валентина Мордасова по благословению Амвросия, архиепископа Ивановского, Москва, Благовест, 2001 год, 256 страниц, 884 вопроса и ответа. Ссылка делается на 72 места Писания. 28 из них не цитируются, а остальные на церковно-славянском языке частично. Делается ссылка на святых отцов и неизвестно на кого 118 раз. В самих вопросах священное Писание упоминается только 4 раза. Такая статистика и говорит, что Слово Божие до русского народа на русском языке доходит только через сектантов. И прочитав эту книгу, любой, пересказывая ее другому, будет ссылаться только на авторитет отца Валентина Покойничка, то есть на человеческий авторитет. В повелениях его все его благоволение, и никто не может умолить спасительность их. Состояние людей столь ужасающее, что священники, которые сами довели их до этого своим небрежением, презрительно и брезгливо отзываются о своем же народе. Закат обогрелся кровавой зарею, сгущается сумрак ночной, с горячей мольбою встаем пред Тобою, мы, Боже, Отец Всеблагой. Последние силы слабеют порою в борьбе непосильной с нуждой, но Слово Святое готовы с Тобою нести мы тернистой тропой. Закованы злобно Твоими врагами, опутаны сетью стальной, презренные всеми, забыты друзьями, но мы не забыты Тобой. Прости, что усталые головы наши мы низкло склонили на грудь, да, видно, нет мочи, и в сумраке ночи позволь нам теперь отдохнуть. От южных степей до Сибири с угрюмой страдальцев своих осмотри. И темной порою, святою рукою, сочей ты их слезы отри. Забытых детей и подруг одиноких в нужде и скорбях не покинь. За бури и грозы, за радость и слезы. Хвала Тебе, Боже! Аминь. Голос правды 1996 год 172 страницы стихи проза Николай Петрович Храпов Родился в 1914 году, умер в 1982 году Ранее была издана его трилогия Счастье потерянной жизни В 20-летнем возрасте Пришел к Господу И через две недели был арестован 28 лет Провел заключение И там скончался Так и не получив свободы на земле На его смерть Георгий Винс написал стихотворение «С вещами, Храпов, выходи!» Кричит конвой привычно громко «Что вещи?» Скромная котомка И вновь скитание впереди Но он уже не может встать Его этап теперь на небо Ему приносят пайку хлеба Но он ее не может взять И рядом не было друзей Одни враги Кругом неволя А сердце наполнялось болью За братство За родных детей И двадцать восемь долгих лет Конвой Тюремные скитания И лагеря Не счесть названий И на руке Стальной браслет И так ушел он на этап В небесный край Где нет конвоя Где царство правды и покоя Где каждый вольный А не раб Орел Борец Певец Скорбей Глашатой Вечного Рассвета И вера Божьего Поэта Живой Пример Для Наших Дней Рассвета